короче сок выиграл чаймика мун выиграл щегла лингу агуа ну что будем болеть как за муна или за или за муном я просто думаю кого смотреть от туман войны конечно выключим хотя даже наверное стоит здесь какой виск классный пришел повесился как он туда добрался как добрался что ночи же не было как здесь можно пройти наши воины вступили в бой друзья эксперты подскажите пожалуйста как здесь не пройти здесь не пройти не а вдруг он его можно как-то снизу за затыкнуть капец как повтор не знаю как глянуть и главное это его отсюда никаким макаром до наступления ночи с нижней елки отсюда нет это чудо это так а можем ли мы стартануть например просмотр но не перематывать есть такая опция не знаю но это топовое место и самое я до сих пор не понимаю ранеган ну да я планировал вчера но хороший состав участников очень хороший призовой фонд поэтому почему бы и нет без мастер на этой карте за муна довольно стандартная вещь да и многие эльфы в целом практикуют наши воины вступили не готовы наточил я свой топор добыча близко давай спаде нагрите кайтера проходит вешается неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей сообщают михаил привет свету бы тебе и скажи пожалуйста привет я думал шлит игру под названием горький 17 да я слышал но слышал то она старенькая пройти очень хотелось бы увидеть прохождение от элдскульной игры в твоем исполнении я помню она в начале кажется двухтысячных вышла но я ее пропустил к сожалению и короче пока не планируем пока у нас очень много варкафта я хочу с абвером поиграть 2 на 2 и герой не до пройдены поэтому пока не да ну и плюс висят еще челленджи поготике по по дисайплс там много хороших игр это здорово что есть выбор минус 2 арчи правду мучанского он пытается подрезать о косяк и чудо Почему 2 на 2 есть турнир? Да нет, for fun. Ну и турниров много на самом деле тоже. Мы ни к чему конкретному. Мы просто хотим вспомнить, каково это играть. Играть 2 на 2 в Варкрафт. Да, сок-то спасает своего тролля. Макс Камнегриф. Не по зубам взялся за нейтралов, за этих. А к нему уже идет сок. Диспал, дерево. Почему не сокол? Потому что с соколом у нас есть другие игры. Ну тем более Леша гораздо более опытный в 2 на 2. И Леша еще на твиче забанили. Дерево прикопалось. Мун вчера с соком к кастомке тренировался, 3-4 сыграл. Ну тогда близкие должны быть игры, конечно. То есть они очень сейчас в курсе, короче, кто как играет. И кастомочки толковых игроков приближают вас к статистике 50-50. Ну всегда так, в крайней мере у нас было. Сложно кастомки играть с человеком, который на твоем же уровне и достаточно мотивирован. Потому что это тебе не рандомный товарищ в ладере, который не успевает подстроиться. Нормальный человек там спустя пару-тройку игр уже притрется так, что ты будешь уже... Ну не сможешь его быстро убивать. И каждая следующая игра, если этот человек старается, будет... Он с своей стороны тоже будет подстраиваться. Будет все сложнее и сложнее все дольше и дольше. Тинкер вторым героем, всячески поддерживаю. Отличный герой. Жалко лорницу, она точно вот это не выживет. Ну и строящуюся вышку надо отменять, конечно. Ракеты пошли. А, рейнджа не хватает. Смотрите, как грамотно сок застроил вышки свои. Хрен пройдешь, реально. Прекрасно. Просто прекрасно. Я готов к охоте. И не пробить. А так, вышка, это не должно было достраиваться. Против свиней, берсерка и трех арчей. Нет, Санника, я не слышал. Медведь, увы, умирает. Верхмаг телепортируется чисто, чтобы спасти своих футов мега красных. Да и себя самого тоже. Телепортируется на эксп. Сразу реген. Не, ну вот здесь уже уровень, как бы, чувствуется. Ты видел сегодня унижение на матче Рогомару? Я посмотрел всего две карты. То есть я видел, как отдались роучи при попытке штурмануть нормальную стенку этих танков с Сиджем. Ну вот, и начало следующей игры. Не особо. Целая армия троллей у Сока. Три раба сдохло в попытках вычинить алтарь. Ну, они, по крайней мере, вычинили алтарь. Уму на Т-3. Уму на Древо Чудес. Бладмейдж у Сока. Кстати, Хавк, как вы помните, тоже сейчас склоняется к второму герою больше, к Бладмейджу. После того, как Клэп нерфанули, он говорит, что Бладмейдж более универсальный. Я абсолютно согласен с ним по универсальности. То есть он чем-то похож в этом плане на Демон Хантера. То есть тебе не важно, какой герой будет у противника, ты все равно можешь так или иначе нейтрализовывать вражеских героев. Плюс у него на втором уровне есть выбор. Либо флеймстрайк, либо банишь в разных ситуациях. Тебе может и то, и то пригодится. Что, добьет, да, Мун? Ну, это же Мун, конечно, добивает бараком. Там динамика была такая, что если он не тронул бы барак, он бы добил этого. Вот. Поэтому Мун справился. Лесу не хватает. Но виспы достроены хорошо. Грейт нужно на медведя уже делать. Пошел Грейт. Он опять какую-то дичь катает. Не, почему? Связка без тинкер хорошая. Мне кажется, тинкер полезнее с текущей пандой, хотя бы потому, что его не резали по урону. Плюс он Дрейн просто перебивает. Тинкер один из всех героев, который, ну, хотя бы что-то может против Бладмейджа делать. Этот микростан, который от ракет пролетает, он же перебивает Мана Дрейн. Что случилось в наших лесах? Похож, Ага, неубиваемый Дима с мясами, тонким от летающих любого чиха. Ну, банишь тебе. И все. Похож, по нейтрализации я имею в виду. Так это же вообще разные герои. Один антовик, другой агильщик. Один ранжевик, другой милишник. И, соответственно, ими играть по-другому надо. Включи АПМ, пожалуйста. Технологии у нас сейчас будут технологии. У Муна есть Аболиш и две лапы медведей. У Сока Дефенс, Грейт на дальность, Грейт на урон и Престы с Дисполом. Я смеюсь! Полетел Дирижабль. Можно производить. Видит Мун. У него такие виспы еще грамотные, которые не сразу ты видишь, но они видят четко. То есть, если бы висп висел здесь, он бы уже сдох. А он так видит одну линию просто и все. Но этого достаточно. Рифла подрезают. Ракеты! Алло! Тинкер надо было сразу в Дирижабль вешать. Еще ракеты хорошо заряжаются по... Залетают по рабочим. Тут бьют рабов. Да, сложновато. Просто сложновато самому. И флаймстрайк такой на своих же. Его можно было отменить. Ой, как же рабочий терпит. Вы посмотрите, бисмастер подходит. У-у-у! Свиток лечения шикарно! Мун расконтраливает! Ва-а-а! Пятый. Это что, третья свинья? Или что? Или третий медведь? У свиньи ДПСу больше. Медведь жирный. И снова дроп. У-у-у! Реджув! И все! О! Сейчас отчаянно Сок пытается пойти в контратаку. Исследование наше священное... Ва-а-а! Чтобы хоть как-то реализовать свою армию, отвлечь противника от... Ну, надо отдавать эту нычку, конечно. Тут не вломиться, к сожалению. Не наломиться ему у нас такой армии. Видимо, и не очень-то хочет. Бист взял третью свинью. Отдает эксп. Телепорт идет. У-у-у! Дирижабль чудом улетает! У-у-у! У-у-у! И при том, что Мун среагировал очень быстро после телепорта. Ё-моё! Вы видели? У-у-у! И-ли-ли! Фалин, подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на старую дверь и сообщает... Класс! Крестьяне протестуют. Что мы их называли рабами. Они требуют прекратить и просят простить их и не пороть. Минус. Так, слушай, я не понял. Минус эксп. Став. Рабы рабочие, да. Ну, так привыкли уже называть. Даже если захочу перестроиться, перестраиваться будем очень долго. Пусти во мне зверя. Очень много сокращений в игре. Как раз для того, чтобы лаконичнее комментировать. Наши воины вступили в бой. У нас мало брендов. Звери. Свиток, свиток. 68 лимита. А высоко 58. На что жалуетесь? На Духостранников перестроились. Ну, Спирит Волкеры не самое тоже короткое название. Но редко используется. Но финдов этими некрорахнидами я не знаю, кто будет называть. Мана-мана. Свиньяу, который там... Там диспал огромное количество, посмотрите. Лорница минус. Ракеты прекрасные. Медведь падает. Авиарий. Авиарий. Авиарий хорош. Он перебивает. Видите, регенерацию. Клеймстрайк дикий. Бессмастер пытается уйти. Реджув. Где диспал? Видите, дрейн. И сразу ракеты полетели. То есть, Мун не дичь играет. Мун играет страту. Где диспал? Алло, там элементали третьи. Ты не диспелишь их. У тебя дриады с маной. Эй. Блин, Мун... Немножко отдается. Недоконтроливает диком. Надо было ждать дрейна, потом только кидать. Неплохо отзонивает флеймстрайком. Еще минус магазин. Тут элементаль пришел. Ну, надо будет влетать сюда. Позиция аховая. Какие ракеты жестко. Видите, как они влетают. Мун проверяет экспанту врага. Он понимает, что время работает на него. Здание готово. Наши воины вступили в бой. Вся система в норме. Сейчас будет больно. Печка достроилась. Но! Шахты не прикопал. Пошел в атаку. Нужно здесь, по крайней мере, с виспами разобраться. Да, Мун, к сожалению, не может добыть нормально. Там такое количество троллей. Ё-моё. Больше, чем у нас в чате. Еще один элементарий пошел отменять. Кажется, отчаянно пошел Мун в атаку. Ну! Рокеты! Рокеты! Если мне память не изменяет... Он не задел, кстати, этими. У ракет такой же КД, как у дрейна. 6 секунд. Свиток лечения 1. Минус тролль. Звери! 66. Испы убежали. А может, там, кстати, есть база в другом месте? Нету. Очень напряженная игра. Это прям красивая игра. Брейкер пошел. Но если Тинкер до пятого доживет, то, может, и удастся что-то сделать. Что-то как-то сделать. Тут на элементариях как-то можно выстоять. Искусственная ночь. Козочка, куда ты забежала? Ты чего? Ты чего? Признать, если честно, про КД ракеты дрейна в чате прочитал. Нет. Но то, что дрейн 6 секунд, это точно. А у Патинкера я не уверен. У дрейна 15-30-45 каждые 6 секунд и... Точнее, каждую секунду на протяжении 6 секунд. Стоимость 25. У ракет, кажется, 60. А вот... КД... Не написано. Ну, быстро, быстро какой-то. Вот я поэтому и не был уверен. Ну, чате часто, конечно, подсказывают. Какие-то моменты игровые. 75 лимита у Муна против 56. Как Мун отбился в результате? Удивительно. Медведь вышел. Не доконтроливает Мун. Но спасает стафом. И, соответственно, Мишка сейчас... Вернется к жизни. Здесь надо бой уже давать. Рабочие бегут вперед. Флеймстрайк. Хорошие ракеты. Но Тинкер все еще не пятый. Еще ракетки, видите, мешают... Мешают... Хит-н-дранец. То есть ты не можешь спокойно отступать из-за секундного этого. Да, ну Мун вроде как давит. Инвул отличный для Бладмейджа. Но подставляются все. И рабочие, и кастеры. 80 лимит у Муна. А там уже полтинник где-то остался высоко. 40 даже. Да, это, конечно, в Медведе огромное количество свиток лечения. Но как же Мун выиграл за кайтл классно? Потому что в той позиции, в той... Ну, помните, в этом в перешейке диком... Там реально было очень рискованно нападать. Очень, очень... Из-за того, что там много стреляющих, из-за того, что флеймстрайк... Неудобно. Нужен фронт пошире. Но Мун на то и Мун. То есть он игру очень хорошо знает. И если есть возможность не сражаться... Он как раз один из мастеров избегания... Избегания сражения. Вспомните, как он там разводил по полчаса людей. Просто ничем. Ничем там. Один герой. И какие-то остатки армии. Все. Ты бегаешь, морочишь голову просто за счет реакции и контроля карты, и разведки. Делаешь все, как... Мало кто умеет, умеет, как... Теперь можно посмотреть повтор с виспом. Как же нам это сделать? Интересно, сохраняется ли в Варкрафте Last Replay? Давайте посмотрим. Он же использует вроде стандартный клиент. Я бы глянул, так как кроме выманивания пока ничего в голову не приходит. Все. Нет, сохраняется у нас только вчерашняя игра мини-рагнарог. Возможно, в клиенте где-то это... Где-то это можно сделать. Я не знаю, как. Клизка, говорит, заказал пиццу, а тут Мишки Реваркрафт. Благодать. Да, пандемия, конечно, научила нас. Ну и сервисы поразвивала. Спрос сильно повысился на подобного рода услуги. Так, Мун пока ведет. Других матчей я пока что не вижу. То есть там все еще 6 на 6 играет. На ТМе какие-то непонятные люди играют. Инвестировать начал каждый второй из-за того, что деньги скопились. Кстати, да, я тоже балуюсь. Спросил у Сокола, куда вложить. Он мне посоветовал твиттер, который сейчас упал. Ну ничего, Сокол будет должен. Вообще, мне больше всего повезло с этим, с ВТБ, который вырос на 35% с того момента, когда... Причем всего за пару месяцев. Как же водород? Ну что Сокол написал, то и взял. То он посоветовал Норникель. Правда, Сокол скидывает после 2%, а Норникель с того момента вырос на 14%. Вот. Яндекс, к сожалению, минус 2,4. Но в целом у меня уже плюс 40 за 2 месяца. Плюс 40k с вложений в 400 тысяч. Есть игра. Ну, я понимаю, что сейчас это такой рандом. Я туда не лезу. Но наверняка вы тоже там играетесь. Кто там. Где же, где же, где же, где же, где же? Где игра Муна? Алло. Мех, паника. Я не разбираюсь в вопросе. А мог бы 3090 купить. Да. Сидел бы майнил. А, вот. Нашел игру. Да, Нав, конечно. Но я не собрался еще. Индивидуальный инвестиционный. Погнали. Здание готово. Карта Острова Эхом. Какая, как говорит. Миша, я думаю, уже был такой вопрос. Следующим на Линге Гипплейер. Планируется опыта. Время трансляции внизу экрана. Это можно добавить в виш-лист. И желательно на МКЛ прийти. Вот. Фикс-прайс относительно недавно. На ИПО вышел. Аристократ. Я с опаской отношусь к замечаниям, которые... Замечаниям товарищей, которые пишут недавно в два слова. И через букву И. Ну, это такое. Просто часто бывает, что... Что... Они ошибаются. Возможно, это предрассудок. Так же, как предрассудок, что... Ты едешь на машине, видишь, кто-то впереди косячишь, обгоняешь и киваешь потом. Понимаешь, почему косячат. Вот. Но, возможно, это статистика. Блин, он сейчас триггерить мог. Хотя нет, нас все равно больше. У нас мужиков же много. Это все предрассудки. Да, неплохо, Вивобин. Время пришло. Мон, видите, ошибается. Наши воины вступили в бой. Дискриминация по орфографическому признаку. Предрассудки тоже два разных слова. Сейчас много кто в крипту уходит с рынка. Понятно, комменциальные иксы больше. Да. Я все еще биткоин не продал. Еще раз хочу поблагодарить человека, который сказал, что надо скидывать на 46. Потому что через две недели, это было, наверное, месяца полтора назад, все рухнет. Вот. Спасибо ему большое. Где только этот товарищ? Я не знаю. Он больше не писал ничего. Про авто, между прочим, этот момент очень ярко выражается. По манере вождения, по 80-90 попадание будет правильное. Особенно если... Да, да, да. Там повороты не вовремя, неуверенное вождение. Там 70 километров за городом по хорошей дороге. Это все вот такие сигналы странные. Ну, то есть... Ты пытаешься понять, почему. И обычно это либо дедушка едет. Ну, или там какой-то в возрасте человек. Либо это девушка едет. Ну, и, конечно же, еще есть маркеры типа цвета машинки, которые тоже могут выдать... Выдать пол. До того, как ты еще увидишь человека. На форуме был чел, который сказал, что через полгода 19-м доллар будет по 300 рублей, нефть по 10 и крипта рухнет. Еееей! Ну, надеюсь, он подтвердил свои слова действиями и закупился... где-нибудь... на пике. Я больше 80 ездил, пока шипованную резину не поминал на лет. А, не больше 80. Ну, это понятно. Даже же говорил, зависит от дороги. У нас все давно-давно растаяло. Мы переобулись еще месяц назад. Так-то были в Белгороде моменты, когда и выше 40 не рекомендовалось. Потом ты ездишь по знакомым, казалось бы, местам, и там люди в таких... в таких ситуациях в аварию попадали, что, казалось бы, ну, просто на ровном месте. А потом... Где опасность? Ну, вообще, я люблю при выезде сразу же на маленькой скорости посмотреть, какое сцепление. Женя очень удивляется. Чего ты тормозишь так резко? А это же правильная тема. Чтобы не удивляться потом, когда дистанция до объекта будет не очень большая. Чтобы просто понять, какой у тебя реальный тормозной путь будет. Это... Полезная вещь. Отец еще научил. А он у нас АТПшник. Автомобильное предприятие. Поработал там. Хорошо сейчас лезет с Тинкером. Тинкер, мне кажется, отличным выбором по совокупности факторов. Потому что панда против нормального человека в лейте вины пары диспеллятся. Ракеты дешевле. По урону поменьше, но зато есть микро 100, который решает сразу несколько задач. Во-первых, вы перекрываете архмагу в лейте возможность в Близзард перекачаться. То есть он может перекачаться, но Близзард уже можно будет стабильно перебивать. У Близзарда, кажется, 7 секунд КД даже, а не... Я не помню, сколько КД у Близзарда. Ну, больше, чем у Ракет. Ты X-Ray свой поменял? Не-не-нет. Я езжу где-то один-два раза в неделю всего лишь. А эту машину активно же не используют. Там собачки, коты и все. Погнали. Ездил в свое время в славный город Бежицк, что в Тверской области. И там настолько потрясающие дороги, насколько что в новостях долго обсуждали, как в ямах на асфальтированной дороге на брюхо села фура. Да. Не, в Белгороде дороги хорошие. Ну, лучше, чем рядышком там в Ростовске, в Воронежу, Орел. Прям... Что? Где? Как? Подождите, а где? Где? Он на крипинге козла отдал? Неплохо. Против кого он играет? Он играет против Сока. В Белгороде всегда дороги были лучше, чем Воронежа. Крипы убили. Неплохо, неплохо. Он тоже, видимо, чатик читал. Бессмысленная тема тормозить, проверять цепление дороги где-то не факт. Дорога похожая. Да, 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 да. Это понятно, что где она обкатана, то будет получше. Ну, то есть надо... Ну, это все равно какая-то информация, понимаешь? Она тебе дает понимание, что на этом типе дороги у тебя будут такие-то данные. И даже если у тебя не будет данных по другой дороге, у тебя хотя бы какой-то ориентир будет. На мой взгляд, это лучше, чем отсутствие какой бы то ни было адекватной информации о сцеплении. Поэтому бесполезная тема — это такой максимализм. Типа это ничего не даст. Колечко плюс три хорошее. Диспельм, диспельм, козочки, вы чего? А, больше не доделался. О-о-о. Ничего, не сможет отменить элементарь. Исследование завершено. Оп, сзади спеллено. О чем шумят деревья? Если медведь кинет на себя риджуф и проглотит кодой, будет ли там хиляться? Думаю, да. Заклинание будет какое-то время висеть на нем. Потому что когда ты делаешь риджуф и убиваешь сразу после этого кодой, кажется, на юните остаются бафы и заклинания. Попробуй реплей настроить сейчас, Майк. А как реплей настроить? Тут как бы меню стандартное, варкрафтерское. Что, что. Кажется, здесь можно... Bullet off, bullet on. Может быть, можно как-то мотать. Кажется, в каких-то версиях была такая возможность. МК битый. Ух ты, цветника можно поменять. Еееей. Не зря зашел, потыкал. 70 лимита у Муну. Правда, часть лимита в заказе. Я не вижу. Где здесь 70? Вот здесь 70. А здесь, да, почти уже, там, без двух медведей. Вот они как раз и достраиваются. Как же тащит тинкер. Тинкер мне еще нравится тем, что он по совокупным характеристикам довольно хороший, полезный. То есть он энтовик, но запас здоровья у него и армор, как у могильщика какого-нибудь. То есть он выходит, у него 600 хп. У демон хантера, ну, у архмага какие-нибудь там 475. У льча там 450 или 425. То есть он не похож на энтовика по количеству здоровья. И еще при этом 4 армора. Раньше вообще пятерка была в базе, представляете? Вот. А у мага на старте, кажется, двойка вообще. То есть выходит... Вот он третьего уровня, у него броня 4, но ладно сейчас. И 550 здоровья. То есть на 50 меньше, чем у тинкера первого уровня. Или тройка армора все-таки у архмага. Короче, смысл в том, что он довольно плотный при всем при этом. То есть он энтовик, но довольно плотный. Что важно. Ну и в целом пассивочка у него хорошая. Скорость перемещения, урон, улучшение ракет. Плюс многофункциональность. Вы за тинкера можете сыграть и в ракеты, и в факту. Если он первый, то факта, может быть. В норме лишний энтовик, а когармаг в доте 2. Да. Мультишот, мультикаст. Там плюс 7,2. Да, он затарен еще как царь. То есть у него почти косарь хп сейчас. 975. Два кольца регенерации жизни. Колоссальная ошибка и будет... Надо еще переставить артефакты, чтобы было 2, 2, 2. Два кольца, два венца и... Протекшн. Четыре кольца. Там 42% физикал дэмэдж редакшн. Вот. И даже ты его, если каким-то макаром отфокусишь, там, несмотря на Риджу, и Свитки, и прочее, придет козел какой-нибудь и... И все, и сделает став тебе. Так, а то, что Тинкер без телепорта сюда ходит, это ошибка. Феррик, уважаю Муна. В том числе за то, что он не брезгует под лимит 80 ферриками. Тем более ферриков в последнем патче, как вы помните, именно саппорт роль ферриков улучшили. А чего сок каждый раз ломится на 100 мунвелов? У него другого варианта нет. Ну, в целом, учитывая то, что у него золота маловато в шахте, чуть-чуть, но меньше, чем у эльфа, он должен выступать в роли инициатора. По идее, ну, по классике, если мы говорим о Fast XP на Островах Эха, ты должен штурмовать эльфа, ну, желательно ему строящуюся нычку отменить, конечно, и стараться его поджать все-таки на Т2, потому что эльф идет в Т3, еще там пауза, у него окошко есть, у тебя ресурсов больше. Ну, вот это стандартный пуш с рифлами-кастерами. Но здесь игра уже очень сильно поменялась. Там и у Хумана уже, у Сока в Т3 там паладин выходит. Классно, что у Медведя два грейда на защиту. Не знаю, почему он предпочитает делать именно так. Хотя нет, подождите. Третий грейд на защиту он делает с приоритетом. Вот я бы с удовольствием послушал его размышления на тему... на тему дефенса здесь. А есть в комнате информация? Я всегда в такой ситуации был сторонником урона, потому что у тебя лучше скейл получается от рыка. Фейрики повесились. Штрафуют дико. Оставляют отступить. Ракеты шикарнейшие. Умер МК. Как же давит там, а? А при дефенсе минус от Реджува. В смысле, какой минус? Типа эффективнее хп восстанавливается. О, там подарок. Отлично, нахричь, спасибо. Под рыком этап, наверное, ДПС дадут. Если будет дальше жить, будет еще больше ДПС. Не всегда так работает. Обознаете, типа, и так и нормально. Хотя урон на 25% увеличивается под рыком. Тинкер пятый почти, но вынужден улетать. Ну, потерял что? Потерял трех фейриков. Поубивал где-то три вертолета. Частично престов, рифлов, МКУ. Если еще посчитать урон, который не наносит рифлокастера под ракетами, мега заклинание выходит. Не буди во мне зле. Да, одна секунда. Одна секунда прерывания текущей атаки. Там же она наверняка сбрасывается, анимация. То есть ты должен потратить те же самые... Хотя нет, нет. Как же она работает, интересно. Не, наверное, так секунды и выходят. То есть он не должен учитывать 1.35 скорость атаки рифла. То есть там не заново начинает он прицеливаться. Наверное. Хотя разница все равно небольшая. Короче, мун работает. Тинкер пятый. Это самая большая проблема сейчас. О, смотрите, что творится с кастерами. Такой развал. Определенно мне тинкер гораздо больше нравится, чем панда, даже после легкого бафа. А помните, я как тинкер тоже продвигал, а, ребят? Рассказывал, что полезный. Посмотрите. Наконец-то мун дошел. Посмотрел уже Готику, посмотрел там записи трансляции, наткнулся. Дошел до этих стримов по варику с рекламой тинкера, и все. Я начал его иззять повсеместно. Радует. Радует, что смотрят рифлы против медведей. Ну, это остатки Т2. Что ж поделать. Под инрофайером с тремя грыдами на атаку. Они очень хороши до пейсера. У нас мало времени пришло. Можно даже по МГ потихонечку делать грейды на них. Ну, 80 лимит, а что еще сделать? Грейды все сделал. Второе древо ветров. Ну, химеры тут не нужны, учитывая, что основная часть армии это рифлы и мортиры. Ну, мортир можно убить, но с рифлами будет промашка. Ну, вообще, МГ это, наверное, самый лучший вариант. То есть, два Мунвела под 100. Вот они, два Мунвела под 100. И дальше, наверное, все-таки МГ. Но Мун пока не делает, хотя лес у него есть. А грейды очень важные. Там Фоги, говорят, к Сяокаем начали. Да, сейчас мы досмотрим. Досмотрим. Да, Мун это тот самый, тот самый Мунчанский, луналикий. Ерегами поддержал наш канал, на стартах и сообщает. Спасибо, Ерегами. Привет, Майкер. Пусть ГГ процветает. Пусть. И тебе удачи. Спасибо большое Ерегами. Тоже удачи в трансляциях. Грабище сыграет. Он только стримит, он не играет. Там что, пере... Там не Кипер случайно переучился? Нет, не переучился. Взял камень, взял телепорт. Ну, хотя, зачем ему тут переучиваться? Коней нет, ничего нет. Почему медведи мало времени в то время, как они... Но в то же время они злые, что их разбудили. Да, странная озвучка. Природа не знает усталости. Гиппосы начинают поддавливать. Ой, какой... Оооо! Кстати, косвенно Тинкер еще получше Панды, потому что помогает... Ну, против тоже Хитендрана. Панда может просто дыхнуть, а Тинкер может и урон нанести, и остановить вертолетиков, которые Хитендранят ваших гиппосов. Короче, просто Тинкер здесь герой. Он половину армии станет, урон наносит. Он нравится мне, как он, конечно, раскидывает эти... Уводит ряд из-под удара. Сейчас будет еще один... Одни ракеты. Будут ракеты? Будут ракеты. Он просто ушатывает. Значительно усложняет контроль. Киперш пятый. Ш пятый, я хотел сказать. И продолжает заливать. 60. И дальность, кстати, у него выше, чем у Панды. То есть Панде нужно все-таки подходить. А Тинкер с места уже стреляет довольно хорошо. Что творит? Минус два юнита красных. Еще точечно тут Мун убивает. Сейчас еще откатится. Он по КД просто использует ракеты. Но я бы вышел. Два косаря. Уже можно и химер добавлять. Или там что? Что-нибудь можно добавлять. Тинкер шестой. И все, включает. И тыкает. У него на ультимейте двухкратный урон по зданиям. Иммунитет к большинству заклинаний. Ракеты какие психованные. Ё-моё. Так, а что еще?